так 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 не переключай новый вышел набор высокое напряжение prime gaming что ты здесь получишь дорогой мой друг это уникального командира это как говорится армелина йонг да девчонка вот такая вот красоточка ты ее получаешь сразу же на свой аккаунт плюс прем танк восьмого уровня с возможностью выкупа 15 процентной скидкой и еще 92 граммелёчка и скорпиончика также ты получаешь один день премиум аккаунта 5 bz на x5 опыта и соответственно наверх ко всему получая шоколадочки 5 штучек и bz на экспорт опыта тоже 5 штук и все это на сайте а серверай . топ ссылочка в описании всем привет дорогие друзья с вами полковник серверидзе и сегодня у нас будет с вами собака он же rex а стран rex новый прем танк который мог вам выпасть за коробочки я вам рассказывал что у этого танка бывает одна проблема что у него могут закончиться снаряды потому что их всего 30 я вам это рассказывал и показывал когда мы сами его только первое ощущение делали но ничего страшного я вам сегодня покажу интересный бой не скидывают эту репочку горят сервак как бы там это ну хороший бой надо как бы прокомментировать показать ребятам что как бы не надо никогда сдаваться потому что даже если тебя снаряды закончились можно стараться тащить можно включать голову можно включать скилл и работать по этому скилу так вот попадаем и на карту оверлорд против седьмых уровней мы на восьмерке опять же напоминаю этот танк у которого 5 снарядов барабан есть кто-то забыл между пульками у него четыре секунды к д то есть чтобы вам отдать полностью весь барабан нужно 16 сырных секунд что делает наш господин он приезжает на четвертую линию самую стандартную самую обычную позицию на этой карте а я эту карту недавно забанил поэтому я ее очень давно уже не катал надо бы как-нибудь ее с бана высунуть попробовать все-таки поиграть уже и подзабыл на ней плейд пусть будет памяти вот что мы здесь наблюдаем опять же просто приехал ничего не делает сверх естественного стандартная позиция ту военов вышел начинают разваливать дает два шота один из них с поджогом full заряжена результат то есть опять же вы должны понимать если вы играете на премия на бэбэшка это значит что что вы фармите если вы играете на голде значит что вы стараетесь показать какой-то результат этом танками на этом танке и какую-то видимо средуку там из на вен 8 набить и так далее а вот что делает наш герой выцеливает тут как бы берут конечно такие шоты у него залетают просто вот он закинул шот один невероятный 2 короче кидая тоже какая-то дичь получается потому что он остановился и получается ждал что он получит шот и соответственно даст тоже шот и этот ему чилик не дал потому что бэха и не пробил борт не знаю почему не суть важно ну как бы блин шара шарные пацаны взял статисты не знаю какая у него статистику это модулы игрока но он тут разворачивается увидел тигра и давай назад и давай назад тигр ему даже не успел кинуть господи что это за тигр такой интересный хоба а бурасик ты решил упороться брасик походу в тигра разведил барабан меня опять ему тигр не дает шоу смотрите какие гвардеец не дал так и тигра партия не дал не а шарной шарной ну вы сами знаете если хорошая карта какая-то неимоверно хорошая то у вас по-любому будут такие вот тут уже два раза его не пробил но везет везет как говорится а везет кому везет сильнейшим господа запомните это навсегда выходит на него бортом он еще раз дает и опять не пробил этот тигр не пробил его уже три раза а гвардеец один то есть он должен был здесь на хп проседать прям ну супер невероятно много а у как вы знаете а стран рекса что 1300 хитпоинтов то есть не так много для восьмого уровня у того же он тигренка вообще 1600 на седьмом блин если что на 320 больше при том что на левел меньше поэтому как бы вот такие вот дела выходит чекать его бортиком чтобы закинуть ему хороший шот в щеку дает щечку раз этот тигренок его опять не пробивает ну соответственно тигр просто стоит и ждет пока его заберут где кстати не уходит на кд остается с тремя пульками то есть я так понимаю хочет поехать на кс а решил не за ну кстати если по сразу нажал кд у него сейчас уже потихонечку половина зарядилась потом бы уже было бы 5 снарядов а не 3 ну ладно это его право он решил что так будет для него лучше так будет быстрее жить пульки на кс он не будет поезжает или будет кс выходит чекает кс к нету окей значит что мы будем делать если кс нету правильно разжать три пульки в низ на воду выходит спокойненько на прострел дает ему расшот дает 32 очки 2 shot вот из-за того что у тебя 4 секунды между пульками супер сложно у него пушка не поднимется вот он дает и все разрядился ушел на кд до сих пор фуловый 4 300 урона у нас есть снизу очень много танков обратите внимание там и крайслер и в с х и тн х ник и еще один какой-то там танк не суть важна курина там очень много тяжей вот восьмого уровня и это на самом деле очень важно для того что они там сделать ничего не могут то есть опять же едут на воду что у нас что у них а самая главная часть так это вверх потому что если ты вверх забираешь пофиг чтобы снизинки ты приехал сверху отжал позиции так далее дальше что он будет делать зарядился полностью выходит еще раз забирает разукрасив 225 хитпоинтов в за 44 один стоит с косарем хп пытается ее поцелить пытается к так так стать чтобы у вены как раз были на в сфу но не видит его нормально адекватно нечестно идет надо бояться он что-то знаете немножко боится хотя хотя бояться тут и нечего тут ему в заход дает на 199 пытается теперь сервиса у него сводка очень долго у этого танка стабилизация не очень крутая вот нужно сводиться нормально в танк чтобы попадать но как с каких-то полуверту закидывал пару шотов и меня это на самом деле на на 200 не это на самом деле удивляет потому что ну не должен такие шат и был закидывать того же гвардейца помните выходит от борта дает ему шот а вот тут ты не залетела хватит полуверту фигачить надо сводиться до конца вот все попал молодец но при этом если кс был бы нормальным дыма командирочку по закидывал осталось всего 11 снарядов обратите внимание 11 снарядов 11 противников то есть каждому по шотику и все можно залетать в ангар очень мало снарядов очень потому что танк не точный из-за этого приходится очень много не пробивать не попадать и так далее я бы здесь самом деле вниз уже давно бы упал поехал бы с двойку там убивать до помогал бы нашим чтобы здесь не стоять сверху потому что они могут на тебя спокойно упороться ему надо быстрее вычекать счет 58 вычекивать закидывает опять опять полувертуха то есть просто навелся сразу дал не сводится до конца что является неправильным решением я считаю потому что они офигели эти статисты с полувертух фигачен согласны со мной господа но это же бред полный они офигели так нельзя делать все ушел на когда 8 снарядов осталось опять же тут надо главное чтобы с противники не пушили его да то есть они все сверху если бы они захотели они могли пачкаю 23 танка залететь него и развалить легко но они это делать скорее всего не будут раз мы записываем этот ролик правильно ну и супер конь ой супер конь были супер хелкотт стоит вместе с двойкой надо и как-то пытаться разбирать но для этого нужно подрядиться до конца обратите внимание его игру он везде старается выходить от борта это вы можете себе так сказать на блокнотик под записать наверное в блокнотик под записать выходит забирает двоих у него тем временем уже получается 7 фрагов и остается 6000 арта его немножечко тут пинает уже второй раз обратите внимание тоже двое берут базу 40 секунд и опять же проблема остается в чем в том что базу базу надо бежать арту добить мы не можем а база берется заразой как успеть осталось 30 секунд к дэшечка еще идет о по сбивает молодой человек на и стр вехе это хорошо он взялся чуть-чуть правее чтобы федя его не засветил в за хотя временем едет на и стр веху пытается ее пушку потому что он стоит избивать нифига у стр вехе 485 альфа выскочила ничего себе выходит наш герой на федю дает ему шот раз я бы пытался сразу каток давать да то есть пытался бы сбивать его чтобы он не успел развернуться вот он смотри дает ему раз каток на второй каток не успевает кинуть и соответственно если бы он сразу с первой тычки давал ему каток все осталось один снаряд он его не будет отдавать у него 50 кп осталось видишь смотрит и решает уходить на кд с двумя тычками чтобы потом можно было а подтащить остались три в три два снаряда 7 500 урона 7 фрагов то есть супер дофига уже он сделал для этого боя для своей команды но это до сих пор еще не победа то есть вы прикиньте на восьмом уровне уже 7500 урона есть всем фрагов то есть грубо говоря ты пол тима уже сам соло завалил все дальше самое интересное у тебя берется база 50 секунд при этом лкф чик тоже стоит фуловый и 25 с хп шками то есть у вас хп на команду одинаковые но вас двое и у тебя два снаряда а твой каен посмотрите где находится твой каен находится вообще на противоположной базе 30 секунд два снаряда что он будет делать он еще 400 хп то есть у него не так много понимаете он не убивает двух снарядов лкф чик а просто его тупо не убьет дальше что он будет делать 18 секунд 17 16 15 14 13 выходит дает ему шот 1 2 и 25 мы еще делает смотрите что делает и 25 просто смотрите что он делает он просто взял и подставился он мог выиграть эту игру на е25 все снарядов нет два шотных танка и лкф чик с 400 шит 8 хит поинтов но он боится потому что он не знает что у него нет ты чик и ждем к е на самая главная задача выполнена это было сбить захват вот захват сбили все осталось минута 20 каенчик успевает подъехать он должен забирать федьку и дальше уже от этого отыгрывать смотрите что происходит лкф чик просто что делает он уезжает направо на каена я бы на месте этого лкфа просто пушил бы в астрон рекса получил бы от астрона рекса ну в голове у него как должно быть я получаю от него тычку от астрона да и соответственно даю ему и забираю его но он поехал зачем-то в каена это супер странная лкф очень странного соответственно таранит на 376 урона сам получает 75 его каенчик подзабирает все остался один и 25 этот шот раз не пробил шот 2 не пробил шот 3 не пробил шот 4 не пробил и уходит в ангар вот и все вот такой вот бой 8 500 урона господа офицеры просто посмотрите 8 500 урона 7 фрагов и это конечно для команды противника восьмые седьмые уровни основные ошибки которые могли бы за решать бой это вот с федей у него проблема была ему нужно было с первой тыки давать федя каток потом со второй обновлять но это конечно же не за решала потому что федя его не пробил но если бы федя пробил это был очень сильно за решала катку но это было поражение сто процентов но он рискнул риск зашел повезло повезло бывает и такое господа как вам будет мне просто интересно ваши комментарии лкф чик залил катку сто процентов и 25 залил катку сто процентов педя тоже должен был пробивать ну там слишком много противников было суеты и 25 конечно же мог выиграть игру если захват взял они выкатался и пытался стрелять лкф чик мог просто впушить получить но он знает что между пульками у опять же конечно же лкф чик нафиг мог не знать что у него между пульками 4000 4 секунды вот и он спокойно получил бы . успел гадать тоже . он конечно же этого не знает вот потому что он не смотрит ничего не характеристики танков ничего не интересуется поэтому в принципе и заливает вот такой вот бой господа я надеюсь он понравился прожимайте сырный сочный лайк на данный видос и оставляйте свои комментарии что вы думаете как вам бой нравится ли вам такие бои стоит ли их записывать или пошел я нафиг все спасибо за просмотр увидимся на стримах пока пока